У нас сегодня такой день, сегодня девятый Рамштайн, сегодня мы услышали много важных заявлений для себя. Не все, возможно, нас так потешили, как нам бы хотелось, чего-то бы хотелось больше, но это можно понять. Но среди всех заявлений, наверное, мы бы еще отметили заявление главы Пентагона, который говорит о том, что будем поддерживать Украину и дадим все необходимое для контрнаступления уже этой весной. А тут же вспомню практически истеричное заявление Пригожина, который кричал, что праздника не будет и Бахмут Артемовск, как он говорит, не будет взят в ближайшие дни. А ведь до обращения Путина к федеральным сборам остается неделя фактически. Насколько я знаю, формат этого обращения, он предполагает некое стратегическое такое послание, то есть что будет и какой план действий. А что с планом действий у Кремля? Он есть вообще, как думаете? Ну, конечно, нет. Конечно, никакого плана действий нет, кроме... Там, на самом деле, все существует в инерционном режиме. То есть с самого начала, когда было начато вот это вот преступление 24 февраля прошлого года, был расчет на то, что, собственно говоря, все закончится очень быстро. И в том числе поэтому никаких целей, в общем-то, не было. То есть никаких целей этой войны для того, чтобы понять, успешно, неуспешно все закончилось, надо сверять с какими-то конечными целями. Ну, а конечных целей никаких не было заявлено. Их было столько самых разных версий, что там была деноцификация, демилитаризация, значит, сохранение жизни людей, защита Отечества, противостояние с НАТО, борьба с Вавилонской блудницей и масса других вариантов. Понимаете? То есть, ну, когда такое количество вариантов, ну вот, значит, что... Чего добились? Значит, победили НАТО? Ну, это так себе вариант. Значит, захватили Украину? Явно не получилось. Значит, оккупировали всю Донецкую и Луганскую область? Тоже не вышло. Ну, я не знаю, там, насчет Вавилонской блудницы, может быть, ее удалось отыскать как-то, где-то, значит, на просторах России победить. Но это тоже вопрос, не предъявили. Поэтому, так сказать, никакого плана нет. Есть понимание того, что, ну, собственно говоря, есть два варианта этого путинского выступления. Я совершенно категорически отказываюсь предрекать что-нибудь, потому что вот в этом пространстве между ушами Путина туда заглядывать как-то, во-первых, очень противно, а во-вторых, бесполезно, потому что там происходят совершенно неожиданные вещи, и прогнозировать это нельзя. Значит, ну, я так полагаю, что, возможно, два варианта. Либо инерционный вариант, он опять будет плакать о том, что Россию последние несколько миллионов лет все обижали. Значит, и динозавры, и печенеги, и половцы, все они вообще рождались только для того, чтобы обидеть Россию. Потому что все завидуют. Он же сказал, что нам все завидуют, поэтому вот и все время хотят обидеть. Это первый вариант. То есть, ну, такие очередные вот странные сказки. А второй вариант – это, ну, он действительно может заготовить какой-нибудь содержательный сюрприз. Ну, например, закрыть границы, объедить военное положение. Это вряд ли, это маловероятно, но теоретически он может. Все-таки, ну, надо же что-то, надо же что-то сказать. Нельзя же совсем, совсем никогда ничего не говорить. А он в последнее время ничего не говорит. Нет, ну, он, правда, сказал интересную вещь. Он сообщил всем на потрясающем факте своей биографии. Он сказал, что он служил в морской пехоте. Вот. Чего, не знали? Я видела, что он плотник четвертого разряда из последнего. Да, ну вот он служил в морской пехоте. Причем, ну, понимаете, это президент России. Президент довольно крупной страны. По территории самой большой страны в мире. Биография его известна вдоль-вдоль-поперек. Значит, понятно, что где он служил. Он служил в КГБ. Где он, когда служил, что он делал в Питере, что он делал в Дрездене. Всем хорошо известно. Масса свидетельств. То, что он не служил срочную службу, а морская пехота – это все-таки срочная служба, известно всем. Зачем он соврал? Вот я, честно говоря, это уже какой-то, ну, какой-то детский сад. Потому что, ну, в общем, взрослые люди, конечно, тоже врут. Но они все-таки, во-первых, врут зачем-то, как правило. А во-вторых, должна быть какая-то цель вранья. А во-вторых, это, ну, вранье обычно все-таки бывает такое, которое довольно трудно проверить. А здесь вот, ну, просто взял и соврал. И всем видно, что он соврал. И что теперь делать с этим? И как с ним вообще… Ну, вот люди есть еще какие-то, которые собираются с ним вести переговоры. А как с ним вести переговоры, когда он просто на ровном месте врет? Врет каждый раз, когда открывает рот. Так вот, что он будет говорить, соответственно, о федеральном собрании? У него же будет два выступления. Одно перед федеральным собранием, вот так называемое послание, это конституционная норма. А второе, это уже такая вот отсебятина. Это будет большое собрание, большой народный праздник. Значит, там будут танцы, пляски. Ну, и Путин должен сказать тоже, наверное, какую-то речь. Ну, такую коротенькую, духоподъемную. Может быть, он должен там будет заплакать. Может быть, он что-нибудь начнет кричать иногда. Он тоже такое делает. Но это уже скорее эмоции. А вот основное должно быть сказано в послании к федеральному собранию. Я с трудом представляю себе, какие там могут быть сюрпризы. Объявить войну – это вряд ли. Значит, объявить военное положение, скорее всего, тоже нет. Ну, может быть. Посмотрим. И тут ещё одна важная вещь, которую, мне кажется, надо сказать напоследок по поводу этого выступления. Это то, что вот это выступление… Вот сейчас вы меня спросили, и я немножко выдавливаю из себя комментарии. Потому что мне лично, ну, не сердитесь, пожалуйста, но мне лично совершенно неинтересно, что он скажет. Это я просто делюсь своими ощущениями. Я должен отвечать. Вы меня позвали как эксперта, который должен что-то по этому поводу сказать. Но я почему говорю, что мне неинтересно? Потому что я знаю очень многих людей, которые обычно всё-таки присматривают за политикой и как-то реагируют на выступления Путина. Ну, что там, всё-таки президент крупной страны, от его слова много чего зависит, тем более диктатор абсолютный. Так неинтересно. Вот путинские выступления в последнее время мало кто смотрит. Я обратил внимание на это. В самой России? Да, да. В самой России. Рейтинг его выступлений телевизионных очень низкий. Он перестал быть интересен. И от его выступлений уже мало что ждут. То есть вот это, мне кажется, самое важное. Вот если всё-таки говорить о том, что сулит его выступление. Я думаю, что его выступление будет смотреть очень немного. И, ну, есть люди, которые по долгу службы должны следить за этим. Ну, вот ваш покорный слуга относится к числу таких несчастных, которые должны... Я, конечно же, буду слушать, потому что я должен как-то присматривать за этим. Ну, и, конечно, там телевизионные все эти лжецы, они тоже будут смотреть, потому что они должны всё это комментировать, они должны восхищаться мудростью. Но вот, пожалуй, этим кругом людей, так сказать, вот медиакритиков, политических аналитиков и пропагандистов, пожалуй, в основном и ограничивается аудитория этого выступления. Ну, и те, кто вынужден будет сидеть в зале... Кстати говоря, вот я обратил внимание, на последнем его послании в федеральном собрании примерно половина зала спало. Они спали. Ну, правда, посмотрите эту трансляцию, там спали люди. Просто они спали. Ну, обычно, когда на таких заседаниях спят, они так опускают голову, иногда, так сказать, подпирают лицо, закрывают глаза. Ну, задумался человек. Ну, периодически, так сказать, его толкают в бок, чтобы он сильно не храпел. Вот. Ну, вот я думаю, что реакция будет такой. Никто ничего не ждёт от его выступления. Очень смело спать на обращениях Путина, учитывая контроль внутри страны. Но, Игорь, согласитесь, ваша формулировка «неинтересно» обращение Путина стало. Ну, это не совсем о том, что... А как россиянам неинтересно? Потому что они год живут в условиях войны. Сейчас начинает эта экономическая удушка, да, сжиматься. Сейчас такие санкции серьёзные пошли. Приходят гробы. Почему же неинтересно, что скажет президент? Вот, кстати, эти парламентские, с которыми консультации начались у Путина, вот они ждут вдохновения, как они сказали, вдохновения армии и стране. Вот как-то так формулировка звучала. Получается, что нужно вдохновение россиянам? Или почему россияне не хотят больше смотреть Путина? Потому что они уже поняли, что всё, что говорит Путин, не меняет их жизнь. То есть оно меняет их жизнь к худшему, если он что-то делает. Например, так сказать, объявляет, ну, устраивает вот эту войну. Но есть понимание того, что Путин эту войну не прекратит. То есть это понимают все. На самом деле, всё-таки россияне чувствуют, так сказать, то, что происходит наверху. И они понимают, что он эту войну не прекратит. И от его слов уже всё меньше и меньше зависит. На самом деле, за период вот этой войны, за почти год уже, Путин очень сильно ослабил контроль за страной. Очень сильно. Ну, по понятным причинам. Во-первых, такую сферу, как война, он уже не контролирует совсем. По понятной причине. Потому что там есть, так сказать, и контролировать войну полностью он не может. Потому что ему в этом мешает ВСУ хотя бы. Вот. Второе, он уже плохо контролирует собственную армию. Потому что армия подвергается сейчас приватизации. И помимо ЧВК Вагнер, там возникают и другие частные военные компании. В частности, Шойгу, министр обороны создал частную военную компанию «Шторм». Которая, так сказать, ну вот представь себе, министр обороны создает частную военную компанию на базе своей армии. Это в каком сумасшедшем доме такое можно придумать? И это не одна их десятки уже. Их порядка двадцати. Это и Путин не является главнокомандующим для частных военных компаний. Он утрачивает контроль за вот этими подразделениями, за этими вооруженными формированиями. Он утрачивает контроль за экономикой. Он в значительной степени утрачивает контроль за контентом СМИ. Потому что в СМИ уже, так сказать, там самые разные, разнобой идет. Там мы начинают критиковать политику партии и правительства. Там уже говорят, а почему, постоянно говорят о том, что, а почему мы там, ну вот турбопатриоты в частности. Которые постоянно возмущаются, почему до сих пор Америка еще не превратилась в пролив между Мексикой и Канадой. Почему до сих пор, так сказать, Киев стоит и так далее. То есть, вот критика с этой стороны, она идет постоянно. И очевидно, что она идет в адрес Путина. То есть, он уже плохо контролирует СМИ. Так что, он утрачивает контроль за происходящим. В принципе, в том числе и поэтому люди как-то не очень обращают на это внимание. Но и последнее, самое главное, это то, что подавляющее большинство россиян на сегодняшний момент просто перешли в режим выживания. То есть, они пытаются сохранить. Вот когда говорят, что там большинство поддерживает войну. Да никто не поддерживает. Есть достаточно большое количество, ядро там, по интуитивным оценкам, минимум 20%. Это люди, которые оголтело поддерживают войну, значит, проклинают украинцев, желают им всем смерти. Есть такое количество, ядро вот таких вот оголтелых милитаристов и фашистов. Но основная масса, основная масса – это люди, которые заняты выживанием и которые просто не хотят выходить из зоны комфорта. А зона комфорта, она может быть в нищете. Зона комфорта, она может быть в канаве с ледяной водой. Она может быть, так сказать, в доме без туалета. Но это зона привычного комфорта, и они не хотят из неё выходить. Потому что если поднять голову от земли, от выживания, поднять голову в сторону политики, в сторону того, что происходит реально в мире, то тогда что-то надо делать. Если увидеть правду, увидеть то, что ты живёшь в фашистской стране, твоя страна, твоё государство творит в Украине примерно то, что творили 80 лет назад немецко-фашистские войска в Советском Союзе, то тогда с этим надо что-то делать. А что-то делать что? Выходить с вилами на улице? Некомфортно. Впоследствии известно. И поэтому подавляющее большинство россиян интуитивно находят для себя вот эту зону комфорта. Зону комфорта. Политика табуирована. Я никакого отношения к политике не имею. Я знать не знаю. Ну а Путина, да, ну, наверное, это наша страна, вот я его поддерживаю. Это имитация поддержки. И на самом деле, я думаю, что вот вылечивать из... Вот выходить из этого состояния российскому народонаселению, российской популяции придётся десятилетиями. Десятилетиями. Как бы не дольше, чем немцам. Немцы 30 лет выходили из состояния вот этого вот гипноза. Я думаю, что россиянам придётся на это потратить не меньшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова